Вчера производились работы по установке стоек под знаки для пешеходов. Вчера же был залит бетон, стоки стоят твердо и прочно. Временные дорожные знаки, аншлаги для пешеходов, информационные щиты для автомобилистов. Информированию самарцев уделили особое внимание. Уже в эти выходные изменится схема движения на одном из оживленных городских маршрутов. В районе перекрестка в границах улиц Новосадовой, Самарской и Полевой в связи со строительством станции метро «Театральная» ограничат движение. Меры будут действовать на улице Самарской от улицы Чкалова до Полевой, а также на улице Полевой от Галактионовской до Садовой. Ограничение продолжится с 8 октября по 21 ноября текущего года. Это необходимо для того, чтобы специалисты занялись переносом инженерных коммуникаций, водовода, ливневой канализации, кабелей связи. Профильные службы области, города и подрядчики вместе с ГИБДД завершают подготовку участка к вводу ограничений. На совещании в администрации города первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил службам в первую очередь сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства жителям города, акцентировать внимание на движении общественного транспорта. Мы закрываем Полевую и Самарскую, и мы работаем в этом вопросе. Наша задача, которая идет в движении общественного транспорта, и все движение, которое идет по Новосадовой, нам на сегодняшний день ее нужно убрать. На пересечении Самарской, Полевой и Новосадовой проходят 8 автобусных маршрутов. Двойка, 23-й, 24-й, 41-й, 46-й, 47-й, 50-й и 92-й. Ранее Департамент транспорта разработал новую временную схему движения в объезд перекрываемого участка. Таким образом, автобусы поедут через улицы Первомайская, Молодогвардейская, Чкалово, Ленинская и проспект Ленина. Ознакомиться с полной схемой движения уже можно на официальном сайте администрации Самары. Чтобы автомобилям и общественному транспорту было удобнее перемещаться по прилегающим к перекрестку улицам, за выходные в полном объеме скорректируют работу светофоров. Их программируют так, чтобы в фазу зеленого света смогло проехать как можно больше машин. Часть светофоров на объездных участках оборудовали дополнительными поворотными секциями. Кроме того, на некоторых маршрутах появятся новые светофоры. Один из них к пятнице уже установили на улице Невской в районе перекрестка с Новосадовой. Светофор необходим из-за того, что движение будет осуществляться с двух улиц и с Первомайской с Новосадовой. И он не самый первый на пути следования по Новосадовой. Там будет на улице Невской светофор установлен. И по Невской возможно будет подниматься вверх и уезжать налево на Новосадовую, чего и нельзя было до этого по предыдущей схеме организации дорожного движения. Если автомобилисты только готовятся к новым ограничениям, то жильцы некоторых близлежащих домов уже во всеоружии. Петр Половинкин живет в 269-м доме по улице Самарской. Рассказывает, про будущее ограничения узнал от СМИ. Закрытие перекрестка его не страшит. Ради метро можно и подождать. С пониманием будем относиться. Метро, конечно, важная составляющая жизни нашего города. Будем относиться с пониманием. Это нужная вещь. Также на маршрутах объезда перекрестка Полевой Новосадовой и Самарской в ночь с пятницы на субботу скорректируют и дорожную разметку, чтобы все было готово к плотному потоку машин. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.